В Надыме в течение трех дней концентрация адреналина зашкаливала, а все потому, что в январе уже в 12 раз подряд здесь проходит экстрим-фест. В Центре активного отдыха «Бегемот» местные спортсмены, а также участники из Лабутнанги, Сарихарда, Нового Уренгоя соревновались в батутной акробатике в дисциплине «Флайборд». Это самый молодой и, пожалуй, самый малочисленный контест. Показать свои умения и оценить соперников решили всего 20 человек. Все предельно просто. У каждого участника по две попытки. Каждая длится примерно минуту времени. И необходимо помнить, что это все-таки не батутная акробатика. Они засчитываются приземления в спину, на голову, в бок. Это все имитация катания на сноуборде. Правильные вращения на 90, 180, 270, 360 градусов и более. Прямые приземления. Все хорошее настроение. Трюки вращения, сальто. Все, что может участник, он показывает на этой тренировочной доске. Основная задача участников максимально амплитудно, без лишних погрешностей, сделать тот или иной элемент, который в последующем пойдет в зачет. Учитывать следует и предполагаемое движение прямо. Это ведь все-таки имитация катания на сноуборде. Не сбиваться с пути и приземляться на ноги, не касаясь руками сетки батута. Богдан Ночелин батутной акробатикой занимается около трех лет. Ранее часто катался и на сноуборде. Однако сейчас предпочтение дает дисциплине флайборд. Это сложно, потому что нужно правильно координировать движение, чтобы не улететь так же в сетку, в стену, приземлиться правильно, если падаешь, то на спину, если в крайнем случае на живот падаешь. И нужно правильно успеть среагировать. Второй день собрал всех на учебно-тренировочном склоне. Сноуборд в дисциплине джибинг – один из самых зрелищных состязаний. Погода внесла свои коррективы. Организаторы предложили участникам часовую прокат-сессию «Ном-стоп». Замен раздельного старта с тремя попытками для каждого. Все предусмотрели, чтобы никто не замерз, находясь в движении. Трасса длиной 150 метров, на которой расположено 15 фигур. И спортсмен едет по трассе и выполняет произвольную программу. Он может выбирать фигуры более легкие, более сложные. Разные элементы, скольжения, повороты. Я, соответственно, побально это все оцениваю. Участник, проходя эту трассу, набирает в сумме, грубо говоря, 50 баллов. По 10 баллов за каждую фигуру. Максимум. А может, и не набирает. Может, падает на первой фигуре, и тогда все просто по нуля. Поэтому здесь много критерий оценок. Но действительно сложная и одна из самых зрелищных. Дисциплина джибинг представляет собой прыжки, скольжения и передвижения по специально подготовленным фигурам из металла, дерева и пластика. Как и на любых соревнованиях, участники старались показывать безупречный прокат. Однако сложнее всего это делать приходилось маленьким сноубордистам. Снег начал замерзать, и я слишком легкий. У меня не хватает веса. И поэтому не хватает ходов, чтобы залетать на фигуры. Допустим, на нашу новую фигуру, как называю ее, ракета, я не могу просто заехать. Просто даже заехать на нее. На многие трамплины тоже не могу, потому что ходов не хватает. Интерес и азарт подстегивал и тех, кто попробовал свои силы в этом виде спорта в первый раз. Вот приехали с Уренгуа на дым. Тут оказалось, что есть соревнования по сноубордингу. Я решил попробовать. У меня очень хорошо получается. Большинство из нас тоже не умели кататься. И всем понравилось, и у всех получается. Мы сами скейтеры. Я раньше просто катался, изучал стойки, просто виды катания, просто поворачивал. Сейчас встал на сноуборд. На следующий день скейтеры, роллеры и велосипедисты показали максимум своих возможностей. На площадке молодежного спортивного комплекса «Адреналин» прошли дисциплины скейтборд-мини-рампа, лимбо, скуд, олия, скейтборд-парк, инлайн и BMX. В течение всех трех дней. В качестве главного судьи выступал профессиональный тренер и сноубордист из Тюмени Дмитрий Сгинник. Опытный райдер обратил внимание на то, что ребята изрядно волнуются. Отсюда многие и делают ошибки. У людей в основном мандраж просто из-за того, что большое количество людей, очень много соперников. То есть к этому тоже нужно привыкать. Чтобы, скажем так, себя держать, как бы не растеряться, не наоборот. Я всегда всем говорю, постоянно, вы в первую очередь приехали покататься и кайфануть. А соревнования – это уже как приятный бонус, если получить какие-то вещи, призы и так далее. Та же самая геометрия, она очень отличается от обычного велосипеда. На нем гораздо легче крутиться. На нем легче делать градусы, легче кататься в принципе. Ребята постарше дают мотивацию какую-то. Я смотрю на них, мне нравится, я тоже хочу так. Всего же принять участие в соревнованиях в роллер-парке решило порядка 35 человек. Волнение давало о себе знать каждому участнику. Но падение – это не повод отказаться от любимого занятия. Это лишь стимул встать и продолжить катание, чтобы в итоге добиться желаемого результата. У нас есть несколько областей – филтовые, парковые и стритовые. Это когда, например, по городу катаешься с разными фигурами или на простом поле. Или парковые, когда фигуры, специальные перилы и есть флет простой. Когда ровная земля и делаешь трюки разные. У меня получили скольжение, трюки на вылет. И надо будет поработать над несколькими скольжениями, которые плохо получаются. Не все складывается, как хотелось бы, признаются ребята. Но считают, что самое главное – то, что удалось собраться всем вместе, пообщаться и перенять опыт друг у друга. Вообще фестиваль с каждым годом становится все лучше и лучше. Приезжают все новые и новые люди. И они всегда растут и больше опыта набираются. Общий интерес – это сноуборд, батуты, скид-парк, ролл-парк. Это все их объединяет, конечно. По итогам трех соревновательных дней в девяти дисциплинах было разыграно 15 комплектов наград. В общекомандном зачете – лидеры надымчане. Они положили в общую копилку 29 призовых, 12 из которых – золотые медали. Алена Белоброва, Евгений Захаров. Специально для службы новостей «Импульс».